Пора поговорить о серьезных вещах. Я уделяю этому особое внимание, потому что с этим имеет дело каждый, кто работает в сетевом бизнесе. Каждый день вы общаетесь с людьми и проводите много встреч, но только часть из них успешны. А задумывались ли вы о том, почему некоторые из них бывают неудачными? Ведь вы обладаете одними и теми же навыками, уровнем подготовки и внешним видом. Одним словом, ваши исходные данные каждый раз одинаковые, но результат общения разный. Не странно ли это? Вы обращали внимание на то, о чем вы думаете перед важным событием? Перед звонком, встречей, презентацией? Частенько, готовясь к важному разговору или мероприятию, мы при подготовке испытываем страх. В этот момент в нашем сознании появляется картина наших прошлых неудач. И эти негативные образы подкрепляют чувство тревоги. Мы начинаем сомневаться в себе, мы начинаем сомневаться в своих способностях вести переговоры. И переносим это волнение на будущую встречу. И мыслим примерно так, только не сделай эту ошибку еще раз. Тем самым, только увеличиваем вероятность того, что эта ошибка повторится еще раз. Часто после этого люди говорят, я так и знал. Не помня о том, что по сути дела сами запрограммировали себя на эту неудачу. Почему так происходит? У каждого из нас есть свой собственный внутренний переговорщик, внутренний консультант и внутренний профессионал. Он помнит все наши встречи, консультации и разговоры по телефону. И не просто помнит, он знает о всех ошибках, которые мы сделали в той или иной ситуации. Конечно, он помнит и успешные моменты, когда вы достигали своей цели. И именно этот внутренний консультант определяет, как вы проведете встречу. По сути, это ваша внутренняя сила. Это вера в то, достойны вы успеха или нет. Особенно это важно в той обстановке, когда вы взволнованы или напряжены. В эти моменты ваш внутренний консультант полностью руководит вашим поведением. Чем выше напряжение, тем более неожиданно для вас может повести себя ваш внутренний консультант. В одной ситуации он проведет приговоры блестяще. Настолько великолепно, что вы сами удивитесь тем результатам, которые вам удалось достичь. А в другой ситуации он все испортит, наделав, казалось бы, простых ошибок. Часто это одни и те же ошибки, и люди сами удивляются, как же они наступают на те же грабли в сотый раз. Как же такое возможно? Как может ваш внутренний консультант настолько по-разному вести себя, казалось бы, в похожих ситуациях? Все дело в том, как вы обращаетесь с этим внутренним консультантом, какие указания вы ему даете. Я не говорю о том, что не нужно обращать внимание на те сложности и препятствия, которые есть в реальности. Они существуют, но вы, как опытный человек, о них знаете. Вы осознаете все возможные сложности, точно оцениваете обстановку и стараетесь максимально избегать ненужного риска. И именно это состояние дает вам четкое понимание того, что именно вам нужно сделать, чтобы обойти это препятствие. В сложных ситуациях ваша подготовка определяет вашу победу. Вам нужно концентрироваться не на той сложности, которая вас пугает, не на тех проблемах, которые есть, а на том действии, которое нужно сделать, чтобы преодолеть эту проблему. Если вы готовы и знаете, что делать, то просто делайте это максимально хорошо. Вложитесь в удар, а не размышляйте о необходимости, делать ли его. Страх – это худший советник. Именно поддавшись страху, люди становятся нерешительными. Говорят не то, что нужно, проваливают встречи, терпят поражение. Ваша задача – постоянно контролировать это состояние. И не позволять страху и сомнениям брать над вами верх. Да, страх – это естественное состояние. И пытаться делать вид, что его нет, бессмысленно. Вам нужно контролировать свой страх, неуверенность и беспокойство. А для этого вам нужно признать, что вы испытываете это состояние. Посмотреть ему в лицо и сконцентрироваться на решении задач, стоящих перед вами. Когда вы видите свою цель и не отвлекаетесь от нее, тогда вы будете уверены в себе и в своей победе. Именно это состояние вы должны воспитывать и поддерживать в себе. И именно оно приведет вас к успеху. Продолжение следует...